Привет! Моё приключение в мирах, где происходит зомби-апокалипсис, продолжается, и с каждым разом выходит что-то новое. Появляюсь я в жилом доме, как и обычно. В первую очередь я осматриваю комнату, где появился, и чаще всего это кухня. Далее на моём пути уборная, где я нахожу медикаменты. Спальная комната меня порадовала наличием большого рюкзака в шкафу. Также в одной из комнат была бейсбольная бита. На улице был непросветный туман, который таил в себе море опасностей, время от времени выпрыгивающих на меня. И я продолжал осматривать разные дома. В одном мне попались интересные стеллажи, хранящие в себе пустоту. В соседней комнате, как и всегда, меня поджидали. Немного пройдя дальше, я нарвался на магазин с оружием, внутрь которого я смотрел, как маленький ребёнок через окно. Благо он был открыт. Внутри было очень даже неплохое снаряжение, которое я с удовольствием прибрал в себе к рукам. Моей целью было найти нормальное оружие, что я уже сделал, и медикаменты. На площади я забрёл в два маленьких помещения, в одном из которых было то, что мне нужно. Пройдя через дорогу, было два военных тента, где тоже меня порадовало наличие военных ящиков и стеллажей со всяким разным добром. Сражение с зомби было основным препятствием на моём пути. Они буквально были на каждом моём шагу в этом тумане. И это меня поначалу не сильно напрягало, так как у меня было хорошее оружие в руках, и головы с плеч летели только так и сяк. Но и оплошности с моей стороны всё же допускались, поэтому я получил первое своё ранение. Я приблизился к большому зданию, оно мне напоминало торговый центр. Но судя по всему, это был госпиталь, в котором так и кишили ходячие. Интереса находиться там у меня уже не было, так как у меня уже было всё необходимое на первое время. И теперь мне надо было найти машину. Да, это было не так уж и просто. В том поселении, где я находился, не было ни одной машины. И я пошёл по дороге в сторону одного из городов. Путь мой был долгий. Я брёл сквозь туман, набредая иногда на кучке зомби. Пройдя сквозь лес, я наконец-то вышел к городу. Нужда никогда не покидала моего персонажа. И забравшись в первый дом, я сразу полетел к унитазу, дабы не обделаться в штаны. Ох, облегчение. После я решил немного вздремнуть. В городе было достаточно много домов и прочих строений. В них я мог набрать всё, что мне нужно. Но столь великие планы снова прерываются невероятными событиями для моего персонажа. Укус и сигнализация. Получив заражение, я начал шастать по округе. В поисках зомби с антидотом. Но попутно я нарвался на дом с сигнализацией. Что заставило меня спрятаться. Латать раны приходилось постоянно. Так как бинты со временем пачкались. И становились грязными. Это вызывало ещё больше проблем. Наконец-то я добрался до парковки. Где ждала меня заветная машина. Но перед этим я решил забраться в ближайший магазинчик. Неподалёку от которого бродила толпа ходячих. Это вызывало у меня опасения. Моё нутро на минуточку отзывало меня от идеи забраться внутрь. Но я пошёл всё же вперёд. И сработала сигналка. Началась паника. Беготня и резня. Я побежал к машинам. Подобрал себе фургончик. И начал отбиваться от зомби. Со всем этим я успешно справился. Поэтому беспокоиться не о чем. Рядом находилась заправка. И было бы глупо не взять что-то из прилегающих к ней магазинов. И нагрузить фургон для дальнейшего выживания. Первым оказался небольшой медицинский пункт. В котором было полно зомби. А рядом находился продуктовый маркет. Где было много вкусностей. Через дорогу были ещё магазины. Но осматривать я их не стал. В одном из трупов я нашёл карту с заметками. На которой были отмечены дома. Вероятнее всего в которых был вкусный лут. Я незамедлительно выдвинулся на своём фургончике в путь. Дорога была долгой. И на пути всякое приключалось. Но первая моя отмеченная цель. Не оправдала моих ожиданий. Дом оказался вовсе бесценен. В нём не оказалось ничего полезного. Только ходячие. Поэтому, немного осмотревшись. Я поехал к следующей цели. Прибыв на место. Я был приятно удивлён. Там уже был полноценный склад с инструментами и материалами. Которые охраняла кучка ходячих. Наверное, рассказы о том, как я сражался с кучами зомби. Стало уже неотъемлемой частью моих приключений. Внутри склада я взял то, что мне нужно было. Загрузил машину. И двинул дальше. Обосноваться я решил у озера. Где я мог бы черпать воду. Предварительно обработав её. Приехал я туда ночью. И герой ещё не хотел спать. Поэтому я решил немного нарубить деревьев. Дабы утром уже начать пилить полученные брёвна на доске. Утром я уже начал строить потихоньку своё пристанище. Деревянный пол стал основанием моего дома. Но в дальнейшем был заменён на ковёр. А установленный далее деревянный каркас пришлось заменить на другие стены. Для того, чтобы построить большой дом, нужно было больше ресурсов. Поэтому я работал даже ночью. Навык строительства повышать крайне необходимо. Если появилось желание строить собственный дом. А не быть вечным скитальцем. Я отправился в ближайшее городское строение. И немного поразбирал там мебели. Как раз и получил нужные мне дверные ручки и петли для двери. Одной из моих находок стал большой склад. Я был крайне удивлён. Внутри было столько ящиков и столько разных инструментов и материалов. Что я загорелся желанием всё это унести с собой. Но проще мне было бы это делать на колёсах. Чем на двух своих. Поэтому я угнал чёрный фургончик на парковке. Доехал до своего дома. Взял свой красный фургон. Он был более вместительный. И вернулся обратно. Взял я не только инструменты и материалы. Но и сами ящики. В которых я буду хранить нажитое. Вернувшись, начался процесс сортировки и обустраивания жилища. Я поставил печку. Построил стол и стул. Установил ящики в удобное мне место. И принялся раскладывать вещи. Дело потихоньку близилось к ночи. Спать в машине не очень удобно. И хотелось найти более благоприятное место. Всего отсутствия кровати. Но мои приключения не увенчались успехом. И из всего этого я получил только знатных пинков под зад. А печальный своим поражением, я поехал домой латать раны. И спать в машине. Проснулся я очень рано. И не от своего желания. А от будильника и стучащего мне в окно зомби. Испугавшись, я брыздо прыгнул на соседнее сиденье. И убрал нарушителя. Новый день стал последним днем. Так как я жил на окраине, я решил поехать в центр. Дабы поискать место, где можно было бы чем-то разжиться. Набрал инструментов и прыгнул в машину. По пути собрал огромную толпу фанатов. И пришел к выводу, что делать мне здесь больше нечего. Решил поехать в соседний город. Там меня ждала моя смерть. Огнестрел, который у меня был, не имел никакого практического применения. Ибо попасть даже в упор и убить кого-то, была задача не из простых. А магазинов у меня было немного. Заехав в город и врезавшись в забор, машина решила больше не заводиться. Попытки ее реанимировать увенчались неудачей для меня. И как следствие, я получил несколько укусов. Однако, мне все же удалось найти носителя антидота, которого я успешно убил. Наплыв на меня был уж очень сильный. И психика моего персонажа вовсе не выдержала. Поэтому, сев на ближайший унитаз, я умер.